Вчера мы начали тему, которая называется «Искусство братсайдинга». И вспомните, пожалуйста, какие библейские основы братсайдинга. Какие библейские основы братсайдинга? Сеня, да, ну... Места из Писания вы помните? Витвее 13. 13.3.23 Матфея 13.3.23 И Псалом 125.5.6 Хорошо. Что такое братсайд? Семя Боговой Вести. Приглашение. К размышлению над Евангелием. Да, совершенно правильно. Зачем нам нужен братсайдинг? Давайте чуть быстрее и микрофон, пожалуйста. Ну, никто не помнит, зачем нам нужен братсайдинг? Сделать вызов к размышлению над Евангелием, обращать людей к их, с их нуждами к Богу и только к Нему. И основная, 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 основная цель. Приглашение к размышлению над Евангелием. Привознести имя Ишуа. Это основная цель. Итак. Что нам нужно сделать перед тем, как выйти на улице? Сходить в туалет. Совершенно правильно. Туалет, молитва. Там мы без конспекта помним. Хорошо. Какое правило по поводу поведения на улице? Быть вежливым. Микрофон. Быть вежливым. Коммуникабельным. Не отвечать на оскорбления и оскорбления. Не на гимнации. Неприличной форме. Все правильно. Не на гимнации, не в приличной форме при падении. При подъеме. При подъеме и тому подобное. Если без конспекта помним, я давать мне медведь. А что это не перенес? Да. Ну хорошо. А вы так и не сказали, что делать. Сейчас мы скажем. Все. Давайте закончим эту тему. И пункт, который мы сейчас запишем, он называется эффективность брацайдинга. Эффективность брацайдинга. Эффективность брацайдинга. Первое, это Господь обещает нам урожай. В этом заключен основной смысл и основной эффективность брацайдинга. Господь обещает нам урожай. И места из Псани те же самые. Евангелие от Матфея 13, глава 3, 23 стих и Псалом 125, 5, 6. Таким образом, нам следует молиться и быть благодарными. Веселиться и радоваться. Не допуская никаких сомнений, огорчений. Господь обещает нам урожай. Поэтому нам следует молиться и быть благодарными, бодрствовать, веселиться и радоваться. Записали? Что-что? Не допускать огорчений. Мы вчера много этому уделяли внимания. Помните, да, что написано, что несущий с плачем семена будет пожинать с радостью. Я принес некоторые образцы наших брацайдов. Это хануккальный брацайд. Это на память, да. Передайте. Раздайте дальше. Так, значит, есть вот такой образцайд. Называется «За что?». Вот такой. Также передайте. Еще вот такой образцайд. Это очень дом. Это то, что я сегодня вам принес посмотреть. А можно еще дать? Можно? Какие вам дать? А там есть и тот, и тот. За что такое возьмете? Про дом. Про дом сейчас вам дадут. Про дом. Сегодня мы поговорим о том, как нам получить контакт. Тема так и называется. Получение контактов. Помните, что одна из целей, важная цель – это превознести имя Иешуа. Следующая цель – это распространить литературу. И еще одна цель – это получить контакты. Давайте для себя вначале отметим, что такое контакт. Контакт – это кто-то, дающий вам определенную информацию для последующего использования ее в нашем служении. Контакт – это кто-то, дающий вам определенную информацию для последующего использования ее в нашем служении. Другими словами, контакт — это человек, который даёт вам информацию о себе, где он живёт, свой номер телефона, для того, чтобы мы могли послужить ему Информация, которая нам необходима для того, чтобы контакт был полным Первое — полное имя, как мы говорим, Фио, да? Всем знакомо, да? Что такое Фио? Фамилия, имя, отчество Второе — полный адрес и индекс Полный адрес и индекс Номер телефона Можно писать третьим, неважно Первое, что необходимо, это Фио Второе — полный адрес и индекс Третье — это номер телефона Практически сегодня уже каждый человек имеет номер телефона, да? Раньше было такое время, что считанные люди имели номер телефона Поэтому мы говорили, если человек имеет, то номер телефона Сегодня практически все имеют, поэтому желательно получить номер телефона Статус Что такое статус? Это верующие, неверующие, еврей, нееврей Что подразумевается под собой понятие верующие? Это человек, который является евангельским верующим Который является членом или евангельской церкви, или мессианской общины Который был погружен, крещен В здравом возрасте Понятно, да? Тот, который считает себя спасенным человеком Вот этот человек считается верующим С неверующими все остальные Ясно, да? Еврей Это тот человек, у которого хотя бы один из родителей является евреем Нееврей Тот, у которого нет родителей евреев Пятый пункт Это возраст 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 можно определять на глаз Можно иногда спросить просто, сколько вам лет Это не проблема Итак, виды контактов Да Можно карандашечек Спасибо Виды контактов Значит ЕН ЕВ 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 еще есть н его и аналогично н н н в и н н в и так ем еврей неверующий его еврей верующий евр это еврей который принял решение следовать за мессией то есть помолился вместе с вами евр н е в это еврей который стал новым еврейским верующим то есть он помолился и в ту минуту скажем так когда вы допустим отмечаете для себя что он был евр но впоследствии когда вы начинаете ему служить он является новым еврейским верующим понятно да с этим вопросов нет евр еврей принявший решение просто запомните евр ну который да помолился вместе с вами принимая еще как своего господа и спасителя еще вопросы по этой стороне н е в это новые еврейские верующие то есть человек который помолился может быть там вчера позавчера и вы начали ему служить то есть он новообращенными по-другому еще говорим да но здесь мы как бы просто разделяем новообращенные еврейские верующие то есть новые еврейские верующие и аналогично здесь нееврейские новые верующие понятно да новый не еврейский верующий так же самое н в р это человек который только что с вами помолился который нееврей н в это нееврей верующий и н н это нееврей неверующий достаточно просто вы свыкнете с этим и привыкнете знаете мы привыкаем настолько, что мы уже так и разговариваем. ЕН, ЕВ и так далее. НВ. Что еще? Разница. И тот помолился, и тот помолился. Вы имеете в виду, между кем разница? Между... ЕВР. НЕВ. Объясняю. ЕВР, это вы, допустим, пришли вот сейчас, да, и говорите, вот сегодня я помолился с человеком, который еврей, который только что принял решение, следовать за Мессией. То есть он еврейский верующий. Еврей, принявший решение. ЕВР. Если вы начали ему служить, или он стал посещать общину, понимаете, да? Разницу чувствуете, да? Одно дело, он просто помолился, да? И вы говорите, что это еврей, который принял решение. Но когда он становится новым еврейским верующим, это означает, что он либо стал посещать общину, либо вы стали ему служить. То есть вы вместе читаете Слово Божие, вместе молитесь и так далее. Мы будем еще об этом говорить. То есть, ну разница, вы чувствуете разницу, да? Может быть, он так и останется ЕВРом, потому что он принял решение, но он не последовал своему решению. Да, он помолился, и на этом все закончилось. Это понятно, да? Значит, цель получения контактов. Цель получения контактов. Основная цель – это служение. Служение. И можно было бы задать вопрос, да? Ну, какой смысл служения, допустим, понятно, неверующему, да, служить? Ну, как бы понятно, да, служить, допустим, неверующему. Потому что цель такая, чтобы неверующий что? Покаялся. Потом, чтобы он принял погружение, в результате чего стал членом общины, да? Какая же цель тогда служить верующему? Какой смысл служения верующему? Служение верующему заключено в том, чтобы он делал то же самое, чтобы он благовествовал Евангелие евреям и неевреям. Чтобы он стал служителем. Мы считаем вообще, что по отношению к человеку наше служение выполнено до конца тогда, когда он становится служителем. То есть мы радуемся тому, что он покаялся, мы не счастливы от того, что он становится членом общины, но полная наша радость, и как бы мы можем свободно уже оставить человека, это тогда, когда он становится служителем, когда он начинает служить для Господа. Понимаете, да? Поэтому не верующим, чтобы они могли уверовать, а верующим, чтобы они могли стать учениками. И так же вовлекать верующих в дело проповеди Евангелия среди евреев. А так же вовлекать верующих в проповедь Евангелия среди евреев. Мы очень много обращаемся к верующим, проводим различные служения для верующих с одной целью, чтобы они проповедовали Евангелие евреям, чтобы они понимали важность проповеди Евангелия евреям. Библейские основы получения контактов. Библейские основы получения контактов. Первое, это Господь взывает к заблудшим. Что, что? Да, первое, Господь взывает к заблудшим, тоже делаем и мы. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 12 по 14 стих. «Господь взывает к заблудшим, тоже делаем и мы». Евангелие от Матфея, 18 глава, с 12 по 14 стих. Кто может прочитать? Евангелие от Матфея, 18 глава, с 12 по 14 стих. Да, передайте мне. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудшуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудшихся. Так нет воли Отца, вашего Небесного, чтобы погиб один из малых всех. Отрывок говорит о том, что Отец заботится об одной, овце, которая сегодня погибает. То же самое должны делать и мы. Есть те, кто заботятся в общинах и в церквях, о тех, кто находится внутри там, о тех, которые рядом, но должны быть всегда и те, которые идут для того, чтобы заботиться о тех, кто сегодня погибает, чтобы привлечь их к Отцу Небесному. Второе, это Господь использует спасенных, и мы должны делать то же самое. Исайя 6 глава 8 стих. Исайя 6 глава 8 стих. И Евангелие от Матфея 9 глава 37-38 стих. Матфея 9 глава 37-38 и Исайя 6-8. Хорошо всем известные отрывки из Писания, да? Кто готов читать? Исайя 6-8. Микрофон. И услышал я голос Господа говорящего, «Ко мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Великолепный ответ Исайи, да? Который говорит Хинейни. «Вот я, пошли меня». И Писание очень много обращается к нам, к спасенным людям, по отношению к тому, что в действительности Бог постоянно призывает, да? Кто будет для меня? Кто пойдет для меня? Кто сделает для меня? И Бог ожидает, что каждый из нас скажет, «Хинейни, вот я, я готов идти и исполнить твою волю». И также Матфея 9, 37-38. Кто-нибудь прочитайте, пожалуйста. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». То, о чем многие молятся, да? Мы часто слышим, как в церквях, в общинах молятся о том, чтобы в действительности Господь выслал своих делателей. И иногда так говорят, да, не деятелей, а делателей. Те, которые выйдут и будут служить для Господа, да? Которые будут готовы выполнять любую работу, какой бы она ни выглядела, да? Потому что знают, что этим они прославят Отца. Необходимые условия для того, чтобы нам получить контакты. Необходимые условия для получения контактов. Необходимые условия для получения контактов. Первое – это молитва. Мне понравилось выражение одного моего друга во Христе. Он сказал, что вообще нету ничего такого, что можно было бы сделать без молитвы, кроме греха. Я подумал, в действительности это так. Что можно сделать без Бога? Только грешить, и все. Там Бог точно не нужен. И Бог в этом участвовать не будет. А во всем остальном, чтобы мы с вами не делали, нам нужен Бог. Поэтому необходимо перед каждым делом в действительности молиться, чтобы было участие Божье и благословение Божье в этом. Второе – мы должны с вами определить цели. Что значит определить цели? То есть мы должны себе поставить цель, что мы хотим добиться сегодня. Когда мы пойдем на улицы, сколько мы хотим получить контактов. И можно запланировать, допустим, я хочу получить два ИН контакта, два НН контакта, и хочу, Господи, чтобы со мной помолился один еврей сегодня и один нееврей. И вы поставили цель, вы верите в то, что Бог это исполнит, вы идете, и по вере вашей вы получаете это. Я помню, в Одессе в 2003 году была инвестиционная компания в проекте «Вот Бог ваш». И приехала одна сестра из Узбекистана, ее зовут Света. И у нас был один брат, который выходил каждый раз на сорте, и он меньше, чем 10 контактов еврейских, он вообще не было такого, чтобы он возвращался и не приносил меньше, чем 10 еврейских контактов. И она смотрела все время на него, и она сказала, знаете, в такой ревности, «Господь, я хочу тоже принести 10 еврейских контактов». И она поставила цель, молилась об этом, и первый раз она вышла, она получила, может быть, 4 контакта. Потом она вышла на улицу на следующий раз, и она принесла больше контактов. И где-то, может быть, на раз 5 или 6, она принесла 10 контактов. И знаете, с того времени она стала постоянно приходить и приносить много еврейских контактов. Она поставила цель перед собой. Она молилась перед Господом. Господь благословил ее. Ее вера в то, что она сможет это осуществить, вдвигала ее к тому, что она останавливала каждого человека и задавала ему вопрос, «Что вы думаете об Иисусе?» В результате многих людей она опрашивала, и среди них, конечно же, находились евреи. И таким образом она каждый день приносила большой-большой урожай. Так что это реально для каждого из нас. Так что третьим пунктом является вера. В то, о чем мы молимся, то, какие цели мы ставим, что мы можем получить. Аминь. Без веры, как говорится, нельзя угодить Господу, ничего нельзя получить. Надеюсь, в это вы хоть верите? Аминь. Четвертый пункт – это следование установленному порядку. Следование установленному порядку. То есть не нарушать инструкции, которые вам дает лидер ваш, которые даны вам во время этого тренинга. следовать этим инструкциям. И все будет в порядке. А теперь мы поговорим о порядке получения контактов. Порядок получения контактов. В принципе, существует две ситуации, когда мы можем получить контакт. Если мы ведем речь о получении контакта на улице, когда мы находимся на сорт, то существует две ситуации, когда мы можем получить контакт на улице. Когда возможный контакт начинает сам говорить с вами или ждет, когда вы это сделаете, например, «я уже получил один». То есть, может быть, вы уже кто участвовал в сорте, слышали, проходящие люди, вы им предлагаете братсайт, они вам говорят, «я уже имею», или «я уже получил один» и так далее. Это один из тех моментов, когда тот случай, когда вы можете тут же спросить человека, он уже сам обратился к вам, он говорит, «я уже получил один», и вы имеете хорошую возможность спросить его, «можно задать вам вопрос?» И я скажу, в большинстве случаев человек остановится для того, чтобы услышать, что вы хотите у него узнать. И второе – это когда вы начинаете разговор с человеком, который доступен. Вы смотрите, проходит мимо вас человек, и вы просто задаете ему вопрос, останавливая его вопросом. Скажите, «можно?» И я задам вам вопрос. Чаще всего люди останавливаются. Иногда они говорят, «я спешу» и проходят дальше. Но большинство людей останавливаются для того, чтобы услышать, что вы хотите у них спросить. Итак, второе здесь в разряде получения контактов, порядок. Первое – нужно постараться вовлечь человека в беседу. Обычно, простым этим вопросом, «могу ли я задать вам вопрос?» Вы уже можете вовлечь человека в беседу. Когда вы вовлекли человека в беседу, и, знаете, мы раздадим вам план получения контакта, и вам необходимо будет его выучить. Этот план, с помощью которого вам легче будет говорить с людьми на улице. Это как, знаете, скелет, да, скелет того разговора, который можно использовать. Вы его можете потом каким-то образом менять и так далее. Но это в действительности очень удобная и хорошая схема для получения контактов. И, например, я помню, как один мой друг рассказывал, когда он первый раз поехал на компанию в Нью-Йорк, и его английский был не очень хорошим. И вот люди приходили, они получали контакты, он все никак не мог выучить эту схему, которую дали на английском языке. Ну, потом однажды он согласился, он ее все-таки выучил до конца, эту схему, и он пошел на очередную сорти. Он стоял на сорти, он говорит, людей было практически совсем очень мало. То есть иногда какой-то парк был, и люди ходили туда, сюда, там. Мало говорить, особенно не с кем было. Сильная жара. Он говорит, я стоял весь мокрый, у меня уже чуть ли не было головокружения. И тут подъехал человек на велосипеде и начал кружить вокруг меня. Он сам задал какой-то вопрос. Говорит, в ответ на этот вопрос я просто начал говорить по этой схеме. Я не особо его понимал, но я говорил по этой схеме. И он говорил, ну, он говорил на английском, но по-русски это звучит примерно так. Он его спросил, скажите, что вы думаете об Иисусе? И человек что-то ему ответил. Он говорит, да, вы правы, но Библия также говорит, что Иисус есть Сын Божий, Который умер за ваши грехи и воскрес из мертвых. Вы верите в это? И человек сказал, да, я верю в это. Он говорит, скажите, вы когда-нибудь обращались к Иисусу с просьбой, чтобы Он просил вам ваши грехи и стал вашим личным Господом и Спасителем? Он сказал, нет, и никогда такого не делал. Он говорит, а хотели бы вы, чтобы это произошло прямо сейчас? Вы хотели бы прямо сейчас помолиться, принимая Иисуса как своего Господа и Спасителя? Мы можем это сделать вместе здесь. И человек сказал, да, я хочу. И он ему сказал, ну, давайте тогда помолимся. И тот сказал, хорошо. В этот момент он остановился, перестал кружиться на велосипеде, остановился. И тут мой брат, он как бы вдруг до него дошло, что все, что он говорил, ну, там, по-английски с этим человеком, да, вдруг оно сработало, и человек уже готов к тому, чтобы просто помолиться молитвой покаяния. И он также произнес всего лишь заученную молитву покаяния, которую он выучил заранее на английском языке. Человек помолился с ним, вот, оставил свой адрес, и в дальнейшем этому человеку еще и послужили он, ну, в действительности, то есть это был реальный шаг веры, то есть он уверовал и стал частью какой-то общины или церкви. Всего-навсего, что он сделал? Он просто выполнил те инструкции, которые были ему даны. Он выучил эту схему. Но Бог все делал сам. Порой мы надеемся, знаете, на наши красноречия, мы надеемся на то, что мы такие мудрые, мы такие духовные и так далее. Но всегда нужно помнить, что все действие производит на самом деле не ты и не я. Все действие производит Дух Святой. Он обличает человека, Он приводит человека ко Христу, ко спасению. Все действие происходит с Ним. Мы только участники того, что мы даем человеку информацию, которую мы получаем от Бога. Можем на это сказать аминь? Поэтому я рекомендую вам выучить в действительности этот план разговора и использовать его. Вы в любой ситуации, знаете, на улице, в трамвае и при любом другой встрече, разговоре сможете всегда заговорить с человеком о духовных вещах и засвидетельствовать ему с помощью этой схемы. Да, на русском языке. Если захотите, я могу и на английском вам привести. Итак, и на еврите тоже. Между прочим, это хорошее напоминание для меня. Вот в понедельник началась такая евангелизация в Израиле. И да, это достаточно серьезное событие. Мы все находимся сейчас в молитве, поддерживая наших братьев и сестер, которые выходят на улицы в Израиле и свидетельствуют там о Мессии Иешуа. И мы до сих пор... Знаете, это было такое особое благословение, особая милость Божия. Многие годы мы пытались зарегистрировать официально там миссию. Ничего не получалось. Осенью 99-го года, это было чудо Божие, мы смогли зарегистрировать там миссию с названием «Еврей за Иисуса». И много было различных комичных ситуаций, связанных с этим. Но в итоге сегодня мы официально находимся на территории Израиля. И в эти дни там проходит такая евангелизация. Если говорить о обширности евангелизации, то это первая такая евангелизация, которую мы проводим в Израиле. И мы планируем вообще на протяжении следующих шести лет делать две евангелизации в год в Израиле, в разных частях Израиля. Но это первый наш опыт, и мы не знаем на самом деле до конца с чем мы столкнемся. Поэтому молитесь тоже, пожалуйста. Присоединяйтесь к молитве, чтобы Бог благословил и укрепил наших миссионеров там, и чтобы в действительности они могли продолжать это делать. Как долго будет проходить иммунизация? До конца мая будет проходить иммунизация. Сейчас вот первых четыре дня идет тренинг, можно сказать, примерно такой же, как мы сегодня здесь проводим. И потом будет ежедневно, они будут три или четыре раза выходить в день на улице и говорить с людьми. Итак, продолжим дальше. Значит, что вам необходимо? Вам необходимо после вовлечения человека в беседу оценить человека. Оценить человека. Что значит оценить его? То есть вам нужно выяснить, верующий он или неверующий. Если вы будете использовать ту схему, которую я предлагаю вам, то вы сможете это легко сделать. Вы сможете оценить, верующий он или неверующий. Второе, вы сможете точно выяснить уровень интереса его в отношении Евангелия и служения проповеди Евангелия к евреям, если это верующие. Уровень интереса в Евангелии, если он неверующий, и уровень интереса в служении проповеди Евангелия евреям. Третье, узнайте об его заинтересованности во встрече. То есть, если это неверующий человек, его заинтересованность в том, чтобы встретиться и продолжить общение об Мессии Иешуа. Третье, узнайте об его заинтересованности во встрече. Вы узнайте об его заинтересованности во встрече. Для того, чтобы вместе разбирать духовные вопросы, для того, чтобы изучать Слово Божье и узнавать больше о том спасении, которое Бог предлагает через Мессию Иешуа. Четвертое, пригласите его на собрание. Поэтому мы и говорим, чтобы каждый миссионер, выходящий на улицу, вместе с нами, мог иметь с собой пригласительный в свою общину или церковь. Пригласите его на собрание. Пятое, молитесь. За верующего, чтобы он исполнил волю Божью, став благовестником, совершая дело благовестия, и чтобы он понимал, что это нужно делать, во-первых, еврею. И за неверующего. Если он хочет принять Господа, то с ним просто молитесь о принятии Господа. Или молитесь о том, чтобы Бог как-то открылся ему. И так, третий пункт, большой, окончание беседы. Окончание беседы. После того, как вы получите вышеуказанную информацию, то, что входит в контакт, то есть вы получили контакт, нужно заканчивать беседу после этого. Также, если человек не заинтересован серьезно в Евангелии, тоже необходимо заканчивать беседу. То есть он не дает вам контакт, он просто, знаете, забирает ваше время, нету никакого серьезного разговора, знаете, это все пустословие какое-то. Просто он мешает вам на самом деле. Нужно также заканчивать беседу. И самое важное здесь нужно помнить, что не нужно бояться, если кто-то сначала не проявит заинтересованности. Если кто-то не проявит интереса. Помните, что... Да, если кто-то... То есть вы начинаете говорить человеком, а он не проявляет интереса. Не нужно этого бояться. Это абсолютно нормально. Потому что, если Дух Святой хочет заинтересовать его, он не сможет от вас увернуться. Имеется в виду этот человек. Понимаете, да? Ну, если... То есть Дух Святой его не заинтересовал, да? То и вы его тоже не заинтересуете. Никаким образом. Поэтому, если человек открыт к Евангелию, вы продолжите с ним беседу, вы получите от него контакт, вы сможете встретиться с ним еще раз, и так далее. Ну, если этот человек закрыт к Евангелию, и он не хочет оставить свой адрес, например, для того, чтобы узнать больше об Ишуа, да? То просто нужно заканчивать этот разговор и не терять время. Четвертый большой пункт – это время. Время, которое отводится для получения контакта. И времени здесь необходимо всего лишь пять минут. Пять минут достаточно для того, чтобы получить от человека адрес, узнать его уровень заинтересованности, засвидетельствовать ему и даже помолиться с ним молитвой покаяния. На самом деле, пяти минут достаточно. Бывают некоторые исключения, когда вы можете прибавить еще несколько минут. Но никак не полчаса, не час и так далее. Потому что скажу вам заранее, что вы будете потом испытывать большое-большое огорчение. Особенно, если вы, знаете, бывают такие ситуации, когда вы разговариваете с человеком, и у вас издает впечатление, что он особенно открыт. И вы все больше ему рассказываете, вы все больше с ним говорите. В итоге, знаете, он провел с вами много времени, и он говорит, ну ладно, до свидания, я пошел. И результатом вы не получили ни адреса от этого человека, вы не сможете ему больше послужить. Да, вы много поговорили с ним. Он просто на самом деле украл ваше время. Я помню одну историю, которая произошла с нашим миссионером в аэропорту Кеннеди. Прилетел самолет, и люди выходят из аэропорта, и он раздавал трактат, и подошел к нему один еврей. Он увидел, что это еврей, и он стал с ним разговаривать. Он стал с ним говорить, и тот задавал ему так много вопросов. И нашему миссионеру ему, знаете, так это прямо аж, ну... Да, так, прямо елей по сердцу. Ему так это нравится, что человек открыт, что он хочет говорить и так далее. Они говорили, говорили, говорили. И вдруг этот еврей говорит, ну все, я пошел. Он говорит, подождите, ну... Может быть, вы оставите координаты, как мы сможем с вами поговорить. Он говорит, я свою работу уже сделал. Все люди с этого самолета прошли. Теперь могу идти и я. И наш миссионер был очень огорчен. Потому что он понял, что он украл все время, которое он должен был потратить на этих людей. Он сделал так, чтобы он не засвидетельствовал никому из тех людей, которые шли вслед за ним. А миссионер совершил ошибку. Знаете, какую? Он стоял больше, чем пять минут с этим человеком. Он должен был понять. Если человек предназначен для чего-то, то он вложится в этот срок, и все. А он сможет зато говорить с другими людьми. Если этот человек не хочет, он найдет из этой, знаете, людей, которые выйдут других. Конечно, я скажу, что многое приходит с опытом. Чем больше вы будете свидетельствовать людям, тем больше у вас будет опыта, и тем больше будет понимания, когда вы говорите с другими людьми. Поэтому помните, говорить с человеком в течение долгого времени и не получить никакой информации, это просто безответственно. На этом мы пока закончим, сделаем перерыв.